Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода Минизов Дима И мы продолжаем с вами проходить игру Яга Ну что, у нас Мария все-таки согласилась выйти замуж за царя Мы выполнили все ее поручения, но как нормальная девочка Это дорога домой, да, нам нужно в деревню к царю Но как все девочки, она немного начала капризничать Она выбрала у нас, получается, место, где будет свадьба И какие-то там условия еще будут для царя Посмотрим, что будет Так, бабуля, привет, бабуля Что ты расскажешь? Иван, мой бедный мальчик, посмотри на себя Что на этот раз? Почему ты выглядишь таким уставшим? Я в порядке, правда, по твоему внешнему виду Так не скажешь, не забывай, как следует спать, есть и пить Иначе ты никогда не сможешь найти себе хорошую жену Так, вот тебе свежая вода из колодца Спасибо, бабушка Счастливого пути А бабушка все так же и переживает, чтобы мы нашли себе жену Ну что, идем к царю? Идем мы, значит, к царю Сообщаем ему о том, что Мария согласна выйти за него замуж Так, где он, царь? Чем пожаловал? Нашел ли ты прекрасную жену? Достойна ли она моей силы и молодости? Как ты заговорил-то, а? Это хорошая возможность вместе помочь ее народу Это Мария Моревна Королева воинов из-за тридевять земель Гораздо краше солнца всех румяней И что-то там Мария Моревна? Я и правда слышал о ней Она подходящая партия Так, но, но есть условия Есть место Она желает провести свадьбу под пристальным взором седобородок Ходит молва, что это магическое место Но все это рассказы старых Дедов, но если она выбрала это место, то там и встретимся И так же испытание будет Она сказала, что до свадьбы ее жених должен пройти одно испытание Испытание? Пустяки Мне все по плечу Ну посмотрим, посмотрим Я присоединись к вам на свадьбе Хорошо, Эва Похоже, что старая колдунья ошиблась на твой счет Слуги Устройте пир на весь мир Более семи блюд Более семи блюд во время застолья Приготовьте лучшие напитки Наших лучших лошадей И вперед Теперь отправляйтесь Соберите всех Поведайте им эту весть Царь и Мария поженятся через три дня Пусть отдадут Отдадут честь Так, и что нам куда идти-то Что там с заданием Так Все, отправляемся на свадьбу теперь Или три дня все-таки надо ждать Так, так, так Идем, идем Это скорее всего из деревни надо выйти Так, выходим Так, просыпаемся Бежим до стрелочки А, возле седобородого камня Вот Свадьба ждет Давайте, погуляем Путь Жизнь в путь Жизнь в путь Жизнь в она зависит от тебя Ну, то есть От меня Значит, на нас Сейчас охотится лихо Вот она стоит А лихо это нежить Получается, да А у нас все серебряное Значит, все в порядке Я присмотрю за кузнецом Наконец-то я нашла тебя Твои пальцы пришли с меня по вкусу Но теперь у меня разыгрался аппетит Никто не сможет уйти от меня Подойди поближе, мой ужин Я расскажу тебе кое-что о злом Роке Я справлюсь с тобой всего лишь одной рукой Сразись со мной, неугомонная ведьма Давай, сражайся до последнего Время пришло, Иван Пришла погибель твоя Испеку один большой Вкусненький пирог Из тебя Ой-ой-ой Еще эти Так, тихо-тихо Убегаем Хлебушек надо сгружать быстрее Так Большой медведь в долгу Вот, зовем его на помощь Так, тихо-тихо-тихо Хлебушек, хлебушек, хлебушек Успели Так, медведь Так, есть Одна птичка ушла Хлебушек Хлебушек Так, так-так-так Еще одна сова ушла Отличненько Ой-ой-ой Ножи-ножи полетели Так С вот этими тоже мы расправляемся Быстренько Чтоб Одно лихо осталось у нас Так, тихо-тихо Три Так, ножи-ножи-ножи Пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли Все, теперь лихо одно осталось Ара, убегаем, убегаем Ой-ой-ой-ой Как это сильно был так Что за магия? Так, тихо-тихо Да что ж такое-то Так, ножи-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли- То, как люди сражаются со мной, определяет то, чего они стоят. Я делал лишь то, что заложено было во мне природой с самого рождения. Я дарю тебя сильными колдовскими чарами. Пощади меня, я умоляю. Ага. Так, а что мы можем тут заключить сделку? Ну, это очень глупый поступок. Извечить, освободить, либо убить. Так, а что нам сделать? Нет? Угу. Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Убить или освободить? Давайте помилуем все-таки. Давайте освободим. Каждому из нас ответил на свою роль. Я освобожу тебя. Но я не возьму твои колдовские чары. Держись подальше от меня. Благодарю тебя, мой милый кузнец. Клятвенно обещаю, что отныне злой рок всегда тебя покинет. Ага. Получено достижение, друг лихо. Ну, все, они теперь друзьяшки. Только не говорите, что это жена моя будущая будет. Не, мне такая женушка не нужна. Так, глазики мы соберем. Что-то еще интересного лежит. Ничего нету. Ну, все. Так, а я не пойму, а почему лихо меня не покинуло? Глаз еще светится. Скажи, Яго, как теперь мне быть? Как суждено мне жизнь мою прожить? Обрету ли я свободу, когда не станет лихо? Или злой рок все же будет преследовать меня? Послушай меня, Иван, дорогой. Веди себя с другими так, как хочешь, чтобы все вели себя с тобой. То, как видишь себя и творишь каждый день, повлияет на многое в твоей судьбе. Когда уверен в намерениях лжеца, борись за правду до конца. Не верь слепо древним сказаниям, когда ты в печали или в раскаянии. Когда все плохо и кажется, что выхода нет, помни о том, что у семи бед один ответ. Злой рок или волшебство не влияет вообще ни на что. Сейчас тайну тебе поведаю я. Раскрою, кто решит судьбу твою в поздний час. Скажу, не то я. В трудные моменты ты пожинаешь плоды решений, которые ты принимал и действия, которые ты совершал. Вот так вот. Интересно. Немного. Минутка философства. Короче. Так. Вот она свадьба. Я вернулся. Я вернулся, мои дорогие. И правда, ты вернулась. Свадьба прошла. Мне нужен отдых. Ой, отдохнешь на том свете. Расскажи, что стряслось. Давай. Ты видела, что случилось? В твоем омоте. Успокойся, Баба Яга. Разберемся с тобой вместе. Мы хотим услышать весь рассказ. Что произошло на самом деле, без прикрас. Хорошо. Хоть я и устала, и вся мыл, и вся вымотана. Давайте все же узнаем, что случилось. И по порядку, рассказывать не лень. Как же все было в тот судьбоносный день. Ну, давайте посмотрим. Над пламенем, что из костей. Под взором камня серого. Поставил я котлы тогда, были Иваном сделанные, и думала о планах своих. Надежда тут, и беспокойство тут. Мария со свитой здесь была. Царицы их прекрасней солнца. Так несравненно красота. Вдруг царь явился в своем стиле, спиной горбатой, как корыто. И в гордости с узкомерием смотрел он на невесту с умилением. Доска была разложена, и пешки все мои. На обу моем ни капельки. В душе я полон сил. Когда мы сели все за стол, прибыл Иван. Он был готов. Так, ты здесь, Кузнец? Как всегда опоздал. Мне все равно. У меня есть дела и поважнее. Я здесь, Мария Маревна. Я сделал все, что ты пожелала. Теперь ты должна стать моей невестой. Говорят, что ты великий царь. А я вот знаю, что твой кузнец, вот кто великий. Он не перед свадьбой под дремлющим овкам с ледового камня. Тебе предстоит пройти испытание судьбы. Никакое испытание меня не остановит. Я силен. Я молод. Я царь. Я все видела, и это меня впечатлило. Настало время пройти испытание, чтобы оно меня поразило. Испытание судьбы тебе предстоит пройти. Три требования следобородого камня нужно найти. У меня есть медвежья силушка богатырская, несравненный острый ум и немного удачи. Я быстро справлюсь со всем, что мне по плечу любые задачи. Чтобы все достоинство доказать, в этих трех котлах нужно понырять. Каждому из них нужно искупаться. Первый котел наполнен слезами кипящими, и ежели ты и правда силен, страхом не будешь, ты и побежден. Второй котел наполнен материнским молоком, но для тех, кто молод, как младенец, это словно родной дом. В последнем котле вино ледяное, и тут все понятно, любимцам фортуны наслаждение какое. А как только ты справишься, заберешь свою красавицу. Да что ж ты много слов-то? Сейчас я пройду все твои испытания. Я царь, и я могучий. А после этого я увезу с собой эту прекрасную деву. Угу. Мэйден. Почти стихами получается у него говорить. Так. С ужасным стихом отбросил обувь, он и посох, и был готов на подвиг. И поднял яблоко с груди. И прыгнул в омыт кипящих слез. Мы ждали в страхе, сон без грез. Сплыла рука его оттуда, кривая, как все это чудо. Царю пришел тогда конец. Пришел мой час. Черед венец. На встречу вышла я толпе и прокричала, чтоб слышали все. Что такое? Что происходит вообще? Он был недостойный. Так камень сказал. Теперь он превратился в пыль, кости и прах. Позвольте нам сказать. А покойникам мирно спать. Давайте попытаемся все заново создать. Все здесь собравшиеся доброго и бесстрашного правителя должны принять. Неужели меня? Мое королевство страхом было разрушено. Владыки нежити погубили все, что было дорого. Мысли о мести ослепили меня, пока кузнец не дал мне понять, что это я зря. Я пришла сюда со всем своим народом, чтобы поселиться здесь и начать новую жизнь. Мое сердце заполнено надеждой и желанием присоединиться к твоему народу и начать жизнь заново. Это Мария из «Три девять земель». Хочешь, чтобы она стала твоим новым правителем? Однорукий кузнец Иван, который нашел меня в моих краях. Твое долгое путешествие окончено, и теперь я стою перед тобой. Ты выполнил все мои требования, и теперь в наших краях воцарил мир. С великой радостью и гордостью приму я тебя, свои советники. По законам царства, я не могу быть правительницей. Я девушка, родившаяся не в этих местах. Это вызовет у нашего народа лишь страх. А можешь ли ты мне разрушить прежние законы и построить новые светлые идеалы? Так. Оправить вместе я не могу нажать. Да, елки-палки. Давайте станем царем, наверное. Или все-таки... Блин, что делать? Ну, мне предлагают стать царем, давайте и станем царем. Я буду помогать тебе советом. Давай разрушим традицию и сделаем это царство лучше. Берес, кузнец, вдруг сделал шаг назад и с гордостью узрел царицу. С высоко поднятой головой стояла Мария перед толпой. Там к ней священник подходил. Он низко голову склонил. В руках держал он царский посох, как знак правителей земель. На платье солнечные блики блестит корона от отца. Вдруг посох к небу подняла, разверзнув в небе облака. Приветствовал ее народ, на троне восседавший. И ее план уже готов. Победы вкус наставший. Спокойствию и мудрости ее он рад. И силушкой своей никак не надевиться. Правление царицы наполнено очарование. И ее людям больше не грозит страдание. Иван стал счастлив. И он в поисках жены. Но больше нет ни капельки сомнений. Его собрял в его руках и ждет его одно там что-то просветление. Четвертая жена, кстати, Найс была. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Пойдемте, мои дорогие. Пора трапезничать. И все. Все, все, все. Это получается разработчик Дред Крампс. Все. Игра на этом закончилась. Очень интересно было. Очень позитивно. Прям очень так по-славянски. И с музыкой такой. В общем, игра огонь. Мне понравилось. Ну, теперь будем выбирать следующую игру. Какую пройти. У меня есть уже пару заготовок. Все. До новых встреч. Увидимся завтра в следующей игре.